Всем привет! Вы на канале Форд Маффи и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами посмотрим вторую часть греха обзоров по Гарри Поттеру от Кинокоса по фильму Тайная Комната. Эх, Кинокос, Кинокос, зачем ты это делаешь? Делаешь так забавно, так качественно, и при этом заставляешь меня сомневаться в том, что Гарри Поттер это шедевр кинематографа. Но в любом случае, все равно, все эти киногрехи действительно забавны, и черт поделец, собираюсь посмотреть кого-нибудь еще, например, как насчет Далбика, напишите в комментариях, хотите ли его увидеть, но сейчас у нас Кинокос, его обалденные, шикарнейшие киногрехи, Поэтому давайте посмотрим, что же нам расскажет по Тайной Комнате, какие же там грешки он нашел, и какие же недостатки я для себя найду в этом фильме. Ну что же, поехали! Три, два, один, погнали! Тайная комната, или как Гарри Поттер, змея душа? Еще до того, как без носа и пошел войной против... Поаккуратись с такими выражениями. В Хогвартсе он наткнулся на прикрепление... А то змея задушит вас. ...кристраж, способная отколоть от человека кусок души и поместить ее в любой выбранный предмет. Только сейчас заметил там глаз. ...благодаря чему вашего мига становится невозможно убить, пока не уничтожен крристраж. И чтобы стать Джейсоном, хрен завалишь с Тетоном... Меня не убить. ...насястый наштамповал себе кучу крристражей, одним из которых стал его личный дневник, который у него сохранился еще с учебы в Хогвартсе. Когда он был обычным парнишкой, откликался на простое имя Том Рэддл. И вот, когда Ноздрястый пошел... Рэддль... Рэддль... ...у Спивакидзе. Малф... Твою мать, кинокос! ...провелел беловолосому подкинуть дневник в Хогвартс, сказав тому, что в дневнике есть заклятие, способное открыть тайную комнату, где скучает змей Василек, чтобы тот начал убивать в Хогвартс учеников полукровок, которых дыши через нос жутко ненавидел, так как считал, что волшебники должны быть исключительно чистокровные. Мечтать не вредно. ...но подкинуть дневник Люциус не успел. Конечно, расист. ...убить Гарри Поттера, Володьку выкинула сервера. Ну а Люциус, отмазавшись от тюремного срока за то, что был пожирателем смерти, становится чиновником в Министерстве Магии и забывает о дневнике. Но в один прекрасный день вдруг решает стать директором Хогвартса. Вспоминает про дневник и решает подкинуть его в школу, чтобы змей Васюк начал убивать учеников, Дамблдора сместили бы с должности и он сел на его место. И об этом плане узнает домашний эльф Малф, для которого Поттер идол, потому что во времена Темного Лорда с эльфами обращались по-скотски, а Гарри его убил и все стало нормуль. И так как Добби не по кайфу, чтобы Поттера замочил Васюк, он приходит к нему домой, чтобы предупредить об опасности. Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс, там Сакавар, чтобы совершить самые ужасные вещи. Какая же классная графика у Добби, боже, 2002 год. Гарри переживает, а на остальных детей, которые могут погибнуть, пофигу. Хотя ему ничего не мешало пойти к Дамблдору и раскрыть планы Малфлоя. Ведь он уже нарушил преданность своему хозяину, покинув свой дом, что ему категорически запрещено делать. Какие ужасные вещи? Чей это за голову? Расскажи, подруги! О-о-о, не могу сказать. Приплыли. И так как для Поттера лучше несколько раз сразиться с Вовчиком, чем жить с долбанутыми родственниками, Боже, я все равно вспоминаю моменты с Гарри-повара. Японский анонист. Магический спин? Другой-то фанфик, поэтому есть. Другой-то фанфик, поэтому есть. Но Поттер неправильно произносит название и попадает в другой магазин. Еще и в район магического гетто, где его сразу же окружает кучка педофилов. Ты не заблудился, малыш? Но так как буст удачи у Гарри выкачивает... Вот это меня всегда смущало. Типа, блин. Место, где куча темных волшебников никого не смущает вообще. Он воссоединяется с семьей Рыжего, и все вместе идут в магазин покупать книги, где и встречают Люциуса Малфлея, который во время преднебрежительного разговора подкидывает Джинни Уизли тот самый дневник с Маркалыча, чего почему-то никто не заметил. И в силу того, что Джинни не получилось оставить Поттера дома, он блокирует проход в стене, чтобы Гарри пропустил поезд. Вот только смысл, если сейчас вернутся родители Рона, которые доложат об этом в школу и парней посадят на второй поезд. Неужели мелкий не додумался подкинуть в Кармангаре пакетик с наркотой и направить на него полицейских? После чего Поттер минимум бы на пять лет забыл бы про школу. И нет бы дождаться родителей. А может и больше. Рон решает угнать отцовскую машину и полететь на ней в Хогвартс. Еще и взлетает с того места, где куча людей, забыв включить невидимку, чтобы спалиться перед маглами и вылететь на следующий день из школы. Здесь не хватает того самого темнокожего чувака, который постоянно объясняет, что можно проще сделать. Из-за чего Рон ломает свою палочку. И снова нужно отдать должное Дамблдору, который позволил расти на территории школы дереву, который пытается убить любого, кто к нему приблизится. В третьей части нам объясняют, зачем это дерево. Все эти приключения сильно утомили машинку. Она выкидывает шкалотронов на улицу с вещами и уезжает тусить в лес с кентаврами. И как только Рон с Гарри пересекают порог Хогвартса, их сразу же ведут на серьезный разговор. Вы подвергли наш мир риску быть обнаруженным. Ну да, а то, что на Магловском вокзале постоянно люди проходят сквозь стены, это никого не волнует. Так там что-то вроде блокирующего фильтра для восприятия. Хотя Гарри нужно было бы отправить на обследование психбольницу, потому что он не отвел Дамблдора в сторону, чтобы сказать, что к нему приходил эльф, поведавший, что в Хогвартсе намечается что-то ужасное. Неужели после произошедшего в прошлом году туго-думу Поттеру не пришло в голову, что Вальдемар снова решил воскреснуть? Жизнь ничему не учит. А дальше очередное доказательство, что школу Хогвартс пора закрывать и переоборудовать подсклад китайских пуховиков. Когда на уроке ученик падает в оборок, его основной упадет в жарке, а учителей набирают по объявлениям. До таких баранов, что не в состоянии справиться даже с мелкими чудищами. Еще и позволяют Рону ходить со сломанной палочкой, чтобы он сам на себя кидал заклинание. И допустим, что у его родителей нет денег на палочку. Но неужели богатый Гарри не может дать корешу пару золотых? Уже второй человек, который это замечает. Что с ним тереть? Ну и вот, пошел звездец, про который говорил эльф. Гаррик услышал змеиный голос, который может слышать только он. Убить. Убить. Блин, какой сосный голос у Василиска. Тайная комната открыта. Враги наследника трепещите. И в эту же секунду сбегается вся школа. Блин, она смущала. Как Джинь это сделала? Там же где-то метров два с половиной высоты. А на, дай бог, метр тридцать с кепкой. В школе начнется полный караул, и он как раз начался. Поэтому все в полном порядке, и не нужно беспокоить учителей. Неужели ты еще тупее, чем кажется? Это только начало. Да и Дамблдору тоже пофигу. Ведь когда тайную комнату открывали 50 лет назад, и погибла девочка, и комната вновь открыта, самое время сидеть на жопе ровной и ничего не делать. Дамблдор? Худшее, что могло случиться со школой. А вы что, сомневались? Ну а саму надпись написала Джинни Уизли. После того, как Малфлой-старший подбросил ей дневник Воланда, его душа взяла над ней контроль и заставила открыть тайную комнату, чтобы Василек начал убивать учеников. Только нафига ему надо было писать про комнату? Ведь только из-за этого тупого поступка сорвутся все его дальнейшие планы. Не знал бы никто про комнату, любят внимания. Не спорю. Расист! И открыта она будет лишь тогда, когда в школе появится подлинный наследник. Накрутив эту информацию на ус, троице приходит гениальная мысль, что наследник Слизарина, это чемошник Дарка Малфлой. Решают сварить оборотное зелье, чтобы превратиться в корешей драка и спросить у него, не он ли открыл комнату. Малфы все выложит нам. Именно так. До этого они, значит, додумались. А вот пойти к Дамблдору и снять ему все свои предположения нет. Сколько времени его готовить? Почти месяц. Конечно, куда рациональнее целый месяц потратить на варку оборотного зелья, а чудище пусть и дальше ползает по школе и убивает учеников. Хотя даже если бы не рассказали, старикан один фиг продолжил бы чесать свои седые яйца. Ибо когда на матче по Квидичу за Гарри начинает гоняться мяч вышибала, который заколдовал Добби, чтобы после этого Гарри покинул школу, старикан просто сидит и наблюдает за происходящим. Ему вообще до фонаря, что мяч может пробить. Если никто не умер, значит все хорошо. И за секунду до превращения бубенцов Поттера в кашу, мяч уничтожает Гермиона. Ну а препод, приглашенный в школу вести один из самых важных предметов, защиту от темных сил, вместо восстановления руки Поттера от перелома, удаляет ему кость. Даже представить не могу, на какой помойке нашли такого деграданта. И это опять камень в огород старого маразматика Дамблдора, нанимающий всяких бездарных абрыганов, ни черта не смыслящих магии. Проклятие, которое наложил в Волан-де-Морт. Никто не продержится больше года. Еще один пошутил. Огород. Вот это хороший повод. Тут же приносят первого пациента, который пострадал от Василия. Наши студенты в большой опасности. Тайная комната действительно снова открыта. Тупой Гарри снова решает никому не говорить, что Добби знает, кто это устроил. Молочок. Учленная отстальность, знаете, всегда большое горе для родственников. Да и Дамблдор продолжает быть Долбадором. Уже после второго нападения он не просит привидений обыскать каждый уголок школы. Не выпрашивает из Министерства магии волшебников, чтобы они патрулировали коридоры. Не ставит на учеников никакие заклинания защиты. И даже не вешает по всему Хогвартсу маговские камеры наблюдения. На словах Лев Толстой, а на деле может только воровать конфетки у первокурсников. Дамблдор, худшее, что могло случиться со школой. Интересная теория. На одном из занятий, Гарри и вся школа узнают, что он умеет шпрехать на змеином. И благодаря тотальному пофигизму директора школы происходит еще одно нападение, которое у мученика застыло еще и привидение. Гарри, само собой, первого палят на месте преступления и ведут к Диру, который уже наконец-то что-то начал подозревать. Не хочешь ли... Конечно, чуйка сработала. Нет, царь. И старичелла его просто отпускает, хотя должен был надавить. А не ты ли засранец, болтающий на змеином, открыл тайную комнату. В конце он скажет, что Гарри может разговаривать со змеями, потому что Волан-де-Морт передал ему эту способность. Но почему сейчас он не может предположить, что Гарри может быть тем наследником Слизарина? И именно он отшел жену. Это же Гарри! Ведь старикан уже видит, что Гарри что-то скрывает. Ну а про то, что Поттер уже после второго убийства продолжает молчать, можно сказать только одно. Ах, он тупой, блин. Приходит зима, и Гермион отдаваривает оборотное зелье. И получается, за четыре месяца Васёк убил только кошку и двух учащихся. Да такими темпами он будет изводить полукровок лет четыреста. В общем, оборотное пойло готово. Ну может быть, пятьсот. Гарри с Роном превращаются в ближайших кентов драка. Но так как Гермиона превратилась в кису, в драка идут только пацаны. Но Чемошник не в курсах, кто открыл комнату. Значит, тебе неизвестно, кто за этим стоит? Ты знаешь, что нет, Гойл? Мой отец сказал следующее. Тайную комнату открывали пятьдесят лет назад. Когда тайную комнату открывали в прошлый раз, больнички Гермиони возвращают стандартный облик, пацаны обнаруживают в коридоре потоп. И для такого количества воды краны должны были быть открыты пару часов. А может они были открыты? В коридору никто не ходил. Ведь если бы кто-то другой обнаружил потоп и пошёл его устранять, то Гарри не нашёл бы в туалете дневник Тома Редла, из которого он и узнаёт дальнейшую сюжетную подсказку. Ну а сам дневник оказался в туалете от того, что Джинни, испугавшись, что он ей управляет, выкинула его. А вот отдать его учителю и сказать, что на нём странное заклятие, заставляющее исполнять чужую волю, ей не позволило альтернативной ологи Зачем об этом говорить? Ну а Поттер, сам того не подозревая, начинает общаться с душой Воланда, которая представилась настоящим его именем. После чего окунает очкарика в своё воспоминание, как он 50 лет назад подставил молодого Хагрида, будто его паук и стоял за нападениями на полукровок, за что Хагрида выбрали из школы. Действительно, паук взглядом убивает. И самый лучший директор школы смогли поверить в то, что девочку убил маленький паук Хагрида, когда по легенде в тайной комнате живёт огромное чудище. И тем более, когда Хагрид... Кто-то не учил историю Хогвартса. ...может открыть только прямой наследник Слизерина. Но самое главное, если бы Дамблдор хотя бы частично просветил Поттера, как рос и учился без носа, что носил в юности имя Том Реддл, то Поттер сейчас бы знал, с кем общается. И если бы хватило мозгов, то отнёс дневник сразу старику. Но нет, дед в своём бреду варится, ничего не рассказывая пацану, который должен готовиться к битве с ноздрястым, что пацан, располагая важной информацией, ни с кем не делится, строя из себя крутого сыщика и мракоборца. Настолько крутого, что профукал дневник. Дневник Том Реддл пропал. Болван. Ну а следующей жертвой войска становится Гермиона. Её нашли возле библиотеки. И если сказать воедино все нападения Василиска, и как выяснится, что он змей, перемещающийся по трубам, как он проникает в помещение школы, выходит в трубах и стенах имеются гигантские дыры, в которые змей просовывает свою башку и своим смертоносным зрением жахает учеников. По мне так всё это полный бред. И какого хрена старый закрывает школу, если даже не знает, что именно мочит учеников. Видимо, дед неплохие дивиденды за учебный год получает. Ну а что, детишки учатся, ловешка мутится. Ну и раз откровенный разговор с Дамблдором по сюжету напрочь заблокирован, задавать тупые вопросы пацаны идут к Хагриду. Ты знаешь, кто открыл тайную комнату? А ты любопытный су... Но косматы ответить не успевает. Парни, вертся под магией, и с радостью с Дамблдором с министром магии. Чёртов. А затем валивается и люкс. И с новостью, что Дамблдор отстранили от поста директора. Совет попечителей и я решили, что вам пришло время покинуть пост. И если с Дамблдором за хуй так долго сажать его на пост директора вообще было роковой ошибкой, то Хагрида арестовали только потому, что 50 лет назад его обвинили в открытии тайной комнаты. Плевать на нулевые доказательства. Даже с сывороткой правды не проверили его виновность. Это патология. Лютый мрачняк. Но перед тем, как отправиться со вращением менторов, Хагрид даёт парням подсказку. Если кто-то хочет что-то найти, пусть следует за пауками. О, ну спасибо, блядь. И пацаны, даже не прибухнув для храбрости, попёрлись ночью в логово гигантского паука, который на удивление знает английский и помнит, где и на кого 50 лет назад впервые напал Василёк в школе. Полежно. Ну всё, сюжетная инфа выдано, можно спускать на них своих детишек. И когда у парней на двоих одна рабочая палочка и то в руках тормоза, который не в состоянии бросать заклятие со скоростью пулемёта, их спасает тачка, которая полгода ржавела в лесу и чисто случайно оказалась в том месте, где её хозяина пытаются сожрать. Классная тачка. Пацаны выбираются из леса живыми, а дальше тупик. Вот бы она ещё слушалась. ...что сами ни до чего не могут додуматься, снова выручает Гермиона, которая, перед тем, как словить паралич от Василиска, раздобыла нужную информацию. Никто не заметил эту бумажку. Самое странное. Вообще никто. Вот оно. Чудовище в тайной комнате это Василиск. Ну пипец. Второкурсница за полгода разгадала, кто живёт в тайной комнате. А куча учителей вместе с великим волшебником Дамблдором не смогли больше, чем... По-моему, это просто затянувшийся пранк. Серьёзно, по-моему, просто учителя устроили пранк. ...зажатый в руке Гермионы. Парализованных учеников даже не осматривали. О, ещё одну жахнули. Ну и хрен с ней. Бросьте вон там на койку и пойдёмте, а то чаёк стынет. Дамблдор? Худшее, что могло случиться со школой. Справедливо. И чтобы пацаны уже наконец-то начали действовать, они подслушивают для себя мотивацию. Чудовище унесло ученицу Джинни Уизли. Да уж, Том Рэддл просто настоящий гений. Вот если бы он это не написал, то Гарри с Роном пошли бы сейчас спать, а тот спокойно высосал Джинни Душу и огурился в жизни. Ну ты олень. И перед тем, как отправиться мочить Ваську, шкаляры решают заручиться поддержкой того самого дурочка-писателя, который хвастался, что знает, где находится тайная комната. И по своим же словам, лучший ведьмак от мира волшебников. Но на деле оказывается с обычным балаболом. И узнав об этом, эти двое непонятно зачем берут с собой этого бесполезного натоптыша. В туалете первая жертва Васька, привидение Плакса Миртл, дает уже более точную наводку на местоположение тайной комнаты. Помню только, что видела два громадных желтых глаза с этой раковиной. И тут-то уже даже до Поттера дошло, где вход в тайную даже до него, а он у нас одаренный, в кавычках. Эй, давай, открывайся. Ю-уаля, заходим, не стесняемся. И если змей все время вылезал здесь, как Миртл его не видела, если постоянно живет в туалете. Но самое смешное, что если бы Том Реддл не рассказал Гарри про Хагрида, тот не пошел бы к нему, от Хагрида не узнал, что нужно идти к пауку, через паука не узнал про девочку, погибшую в туалете, и от девочки в туалете не узнал бы, откуда вылезает змей, а стало бы, не нашел бы комнату. Неужели? Да, да. Хреновая цепочка. Гарри с Роном не пошли докладывать учителям, что нашли тайную комнату, а решили сами пойти сражаться с Васьком. Походу в детстве обоих уронили в котел с амфетамином. Раз они без единого атакующего заклятия, храбро и слишком. Змея, ладно, пауки от перебор. Писатель Балабол крадет палочку урона, чтобы лишить парней памяти и свалить отсюда. Но так как Рон до сих пор не купил себе новую, а дятел не видит, что она повреждена, заклятие мочит самого дятла, что провоцирует обрушение пещеры, разделив дружбанов. И супер храбрец Гарик вновь побрел в одного против смертоносной хрени. О, да ты у нас просто гений. Поттер находит бессознательную джинни и встречает молодого Володьку, так и не зная, как его звать в молодость. Но ля какой Володька все-таки. И вот если бы Дамблдор хоразматичный насчет настоящего имени Воланда, не то, что нынешний. Замерчивый очкарик сейчас бы не оставил палочку без присмотра. Лишив избранного оружия, Воланд, как и положено, разжевывает, кто он и что собирается грохнуть Поттера. Ну и вследствие того, что драка неизбежна, прилетает Феникс Дамблдора с пустой шляпой. Хе-хе, даже птица нашла тайную комнату, а Дамблдор не смог. Ну или дедок, как всегда в своем репертуаре. Птичку с шляпой я послал, а на остальное болт поклал. А дальше тушите свет, сливайте масло. Когда Том Реддл достаточно окреп, что в состоянии пользоваться магией, вместо того, чтобы самолично грохнуть Поттера Авадо Кедаврой отдает его под прессинг змею. Авадо Кедаврой еще не придумали. Тупой студент Воланд один фиг решает положиться уже на слепого змея. Но Петька удачливый малый, убегает в трубы и слепой его теряет. Ну а сам Гарри теряет последний инстинкт самосохранения, ибо бежит к Джинни, возле которой стоит чувак с волшебной палочкой, желающий ему смерти, который снова вместо взмаха палочки трендит то, о чем должен молчать. Через несколько минут Джинни Уизли умрет, а я перестану быть воспоминанием. Лорд Волдеморт вернет себе плоть, мощь и жизнь. Еще одна сюжетная дыра. Если душа в Крис-Траже может воскреснуть, зачем в прошлом году Воландеморт целый год ходил в теле профессора Квиррила, а не забрал у Малфлай дневник Крис-Траж и побыстрее воскресать. Ищет разные способы вернуться. Реально. Тупой. С перекура возвращается Вася, а шляпа выдает Гаррику оружие в виде стальной зубочистки, которой колбасу то нормально не нарежешь. Че ты решил? С бревно перерубить. Но змей так удобно подставляет свою пасть и обзаводится лишней дыркой в башке. Садист. Что ты сделал, садист? Ты зачем его убил? После чего Поттер спокойно зубом Василиска дыря вид дневник и отправляет вторую часть души Воланда на кладбище. Ведь когда Гарри замочил Василиска, этот кот Акбас так и не додумался применить смертельное заклятие уже в третий раз. Клянусь, он точно недоразвитый. Джинни оживает, и не встречает смертельную рану Поттера со слезы Ирины. С девчонкой выносит через второй ход из тайной комнаты, который находился прямо под Хогвартсом. Как его не смогли найти, кто бы знал. Ну и финальный звездец в создании дамбра странно. Когда лучший директор возвращается в Хогвартс, он сообщает Люциусу, что узнал, что тот добился его отстранения с помощью угроз. Некоторые члены совета намекали, что их семьям угрожали заклятием. Как его за это не посадили? И дедок забил и на это, и не стал писать заяву на Люциуса. А когда Поттер понял, что дневник Джинни подкинул Люциус, и с помощью хитрости освободил Добби от рабства, он не отвел эльфа к Дамблдору, чтобы тот рассказал, как Люциус придумал план по открытию тайной комнаты, чтобы Белобрысый уже вечером обживал комнату в Аскобане. Вот как можно просто отпустить человека, из-за которого чуть не погибло несколько детей, и не воскрес Валандеморт? Походу, Дамблдор тайно пехал мать Поттера, и он его сын. Только это объясняет, что обоих интеллект не выше унитазного ёршика. Ну и когда из Василиска учебный год частично был сорван, и надо наверстывать пропущенные уроки, дед берет и отменяет ЕГЭ. Все экзамены будут отменены. Пердун, старый! Я сейчас тебя отменю навсегда! Это совсем неплохо, неплохо. Да уж, ну что ж, ребята, блин, сколько же, конечно, косяков. Да, их много, но при всем при этом фильм до сих пор остается приятным, и, наверное, одним из самых лучших серий Гарри Поттеров. Хотя для меня до сих пор третья часть самая потрясающая. Все-таки Альфон Сакуарон там проделал вообще потрясную работу. Ну, блин. Черт поделись, всегда убивал фактового. Вот почему, почему Гарри, Рон и Ермион не могли просто сказать, что есть какое-то дерьмо, и его нужно решить? Нет, мы сделаем все сами. Нахрен колдунов, нахрен великих волшебников. Три, черт подели, школьника совсем справятся сами. Тупо сюжет почти всех, черт подели, книг. Ну, иначе бы не случилось приключений, было бы скучно, ведь все-таки если бы они просто сказали, то по факту все. Книгу бы можно было останавливать на половине, и не будет вам ни приключений, ни крутых боев, ничего. да, логики мало, но зато какие события, которые мы помним даже спустя много лет. Но в любом случае, кинокосу я поставлю респект и огромный лайк, реально, видео получилось очень классным, а впереди меня ждет еще несколько видео от его... А впереди меня еще ждет несколько видео по его разборам Гарри Поттера, ну и не только по Гарри Поттеру, стоит посмотреть по другим фильмицам, потому что разбирает он их отлично, так что жду новых его видео и обязательно заценю те, что уже вышли. Ну а на этом думаю все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, жмякайте на кнопку колокольчика, ссылочки на Donation Alerts и ВК в описании и обязательно зайди на канал Кинокоса и подпишись. Всем удачи и всем пока!